Здравствуйте, меня зовут Игорь Путятин, я представляю компанию Pivotal, команду Pivotal Data Engineering. Мы занимаемся консалтингом со стороны вендора, обследованием, пилотными проектами, аудитами и так далее. То есть все, что связано с Greenplan. Здесь я расскажу про Pivotal, про продукт, который продает компания, и про Greenplan 5, что же в нем нового. Значит, Pivotal продает Pivotal Data Suite, то есть лицензия продается не на Greenplan отдельно, а сразу на Pivotal Data Suite, который включает в себя, собственно, Greenplan, включает в себя Spring Cloud Data Flow и Pivotal Jam File. Что это такое? Greenplan это массивно параллельное с UBD, предназначенное для больших альбомов данных, для аналитической, прежде всего, workload. И она интегрируется как бы с Hadoop и с in-memory решением. Jam Fire это in-memory решение, предназначенное для работы с данными, которым требуется быстрый доступ. То есть это как бы hot data, которые должны выдаваться сразу. Естественно, она работает в memory, соответственно, объемы данных в нем небольшие. И Spring Cloud Data Flow это оркестратор потоков данных, то есть это какая-то такая среда, в которой можно реализовать потоки данных и ими управлять и так далее. Значит, как все это выглядит на схеме? Верхний слой hot data это Pivotal Jam Fire. Средний слой это аналитическая база данных Greenplan. То есть в основном весь процессинг происходит здесь. Какие-то тяжелые запросы, какие-то обсчеты, агрегации и так далее, и так далее. И нижний слой это хранение архивных данных. То есть это может быть публичное облако типа Amazon S3, Google Cloud, Hadoop и так далее. Вот, соответственно, сегодняшняя тема это Greenplan и его возможности. Вот ряд наших заказчиков, которые в Европе и на Ближнем Востоке, и в том числе в России. Вот он далеко не полный перечень. Типичный размер базы Greenplan обычно порядка от нескольких терабайт до нескольких десятков терабайт. Обычно в кластере от 4 до 16 хостов. Это такой, ну, самый распространенный вариант. Максимально допустимый размер базы это 11 стоек по 16 хостов. То есть сколько? 176 получается машин. Но пока 11 стоек никто еще ни разу не заказывал. Самое крупное, что работает реально сейчас в продакшене, это 8 стоек. Вот самый большой Greenplan. Вот, они позволяют хранить до нескольких петабайт данных. Ну, типичный размер это как бы десятки терабайт. Как известно, Greenplan с некоторых, с недавних пор вышел в open source, с 2015 года. И у заказчиков есть как бы выбор либо использовать open source, либо использовать коммерческие версии. Пока что коммерческие версии, я так понял, только одна пивотовская. Вот, но может кто-то еще предложит. Чем отличается пивотловская от open source? Пивотал продает, во-первых, Pivotal Data Suite, то есть Greenplan, Jamfire, Spring Cloud Dataflow. Это компоненты, которые друг с другом интегрированы. Коммерческая версия Greenplan пивотала обладает несколько расширенной функциональностью. Там есть пакет для работы с текстом, есть дополнительный алгоритм нажатия, есть инсталлятор. Вот, то есть если open source, то вы должны сами компилировать, сами разбираться со всеми проблемами, связанными с компиляцией. Greenplan просто предоставляет бинарный, который запускаешь, Greenplan устанавливается. Обычно никаких проблем с установкой Greenplan не возникает. То есть, ну, это самый такой простой этап. Кроме этого, Pivotal представляет крылосочную поддержку. Поддержка удаленная, но как бы реагирует сразу. Дальше выпускаются апгрейды, баг-фиксы, выпускаются регулярно. То есть, если, допустим, заказчик наткнулся на баг, он создает тикет в поддержке, поддержка тут же сигнализирует, ну, если это действительно баг, сигнализирует команде разработки, та разрабатывает, выпускается минорная версия, они выпускаются довольно-таки часто. В этом тоже достоинство. Лицензирование по ядрам CPU, то есть, независимо от размера базы данных. Зависит от размера кластера, но независит от количества данных. И subscription model это означает, что оплачивается там подписка на какой-то период, на год, на три и так далее. Кроме этого, Pivotal предоставляет сервисы, то есть, консультант может либо подключиться, удаленно, либо приехать и решать какие-то уже конкретные задачи, связанные с GreenPlan, потому что что угодно, с чем не может справиться сам заказчик. То есть, что ему потребуется. Например, миграция на новое железо, расширение кластера, что-то еще, какой-то, может быть, там рефакторинг часто бывает нужен, когда они своими силами внедряют, и у них там неоптимальная модель данных, неоптимальные процессы, они заказывают нас, мы все это дело разбираемся, чиним. Значит, что такое, собственно, подходим к GreenPlan? В чем его достоинство? В GreenPlan очень много различных инструментов, различных библиотек для аналитической работы. Тут есть анализ текста. Анализ текста — это полнотекстовый поиск, это индексирование, это составление статистики по тексту. То есть там, как бы, вычленяются корни слов, по ним там делается тоже анализ. То есть это полноценный движок для работы с текстом. Поддержка алгоритмов, функция работы с геоданными, поддержка алгоритмов с графами, различные кластеризации, классификации, регрессии, математическая статистика. То есть много всего, как бы, подключено к GreenPlan. Все это вызывается конкретно на уровне SQL каких-то, SQL-кода. Не нужно использовать какие-то дополнительные тулзы для депс-аналитики. Все делается в GreenPlan. И, кроме этого, все выполняется в MPP-архитектуре. Все параллелится. GreenPlan – это софтверное решение. То есть не привязывается к какому-то конкретному железу, там, в отличие от TiroData, например. Можно инсталлировать его на hardware. Можно инсталлировать в облако, можно в публичное облако. DLAMC представляет hardware-ное решение специально для GreenPlan. Называется Data Computing Appliance. Размер может быть любой. В Европе, европейских проектов, в Ближнем Востоке в основном GreenPlan как раз используется на этом решении. Минимальная порция – это 1,4 стойки. То есть 4 сервера, целая стойка – это 16 и так далее. До 11 стойк поддерживается. Но в целом можно и на своем железе, как обычно делают в России. То есть железо может быть любое. Для этого нужно, чтобы операционная система была Linux, Linux, Santos, ряд версий. Что такое, значит, MPP? Много людей работали с GreenPlan. Кто работал с GreenPlan? Ну, примерно половина. Ну, я тогда более подробно объясню, что такое MPP Shared Knapping. Shared Knapping означает, что работа базы данных параллелится по разным хостам, по разным серверам. И при этом нету совместно используемых ресурсов никаких. То есть они друг на друга никак не влияют, работают независимо. То есть не влияют на производительность друг друга. То есть из чего состоит GreenPlan? Он состоит из, так называемых, сегментных хостов, на которых, собственно, выполняется параллельная работа. И выделенного мастер-сервера, на котором управляет, собственно, работой GreenPlan, к которому подключаются клиенты, на котором хранится какая-то там системная информация, хотя часть системной информации дублируется все равно на всех хостах. И в состав, как бы, в состав кластера GreenPlan всегда входит собственный интерконнект, то есть внутренняя сеть внутри кластера, 10-гигабитная, что обеспечивает быстрый обмен данными между сегментами, если он нужен. Вот каким образом происходит распараллеливание, то есть за счет чего достигается производительность. В базах данных самые долгие операции – это full scan, join, агрегации, ну и сортировка тоже. И загрузка. Соответственно, здесь все вот это перечисленное, оно может выполняться, может распараллеливаться и выполняться параллельно на сегментах. То есть full scan там понятно, full scan идет одновременно на всех машинах. join, с join немножко сложнее, то есть самые эффективные join, когда записи, которые из разных таблиц, которые должны быть сжойнены, они находятся на одном сегменте. То есть, допустим, все записи с ID равно 1 одной таблицы, все записи с ID равно 1 другой таблицы находятся на одном сегменте, мы по этому полю делаем join, соответственно, join параллелится. И выполняется, соответственно, во столько раз быстрее, сколько у нас есть хостов в системе. Если быть точным, то на одном хосте сегментом обычно ставится несколько инстансов позороса, по сути, то есть greenplum это параллельный позорос. Множество базочек позорос работают на нескольких сегментах и управляются мастером. Обычно на одном хосте работает, как правило, делают 8 инстансов позороса, 8 софтверных вот этих сегментов greenplum. То есть в степени параллелизации у нас получается там 1 к количеству хостов помножить на количество позоросов на хосте. Если у нас планируется там большая конкурентность, то есть много одновременно выполняющих запросов, тогда, соответственно, мы уменьшаем там количество элементов на хосте. Если нет, то мы их можем увеличить. Ну, обычно это 8. Что еще сказать по этому слайду? Группировки, агрегации то же самое. То есть данные хранятся на вот этих вот инстансах позороса в зависимости от какого-то выбранного ключа. Это одно или несколько полей таблицы. На основе этого поля считается хэш. На основе хэша вычисляется индекс, вот, собственно, сегмента. И запись кладется туда. Соответственно, одинаковые значения полей, при этом они должны быть одинакового типа, они все хранятся, известно, на каком сегменте. Если мы, например, делаем агрегацию по этому полю, то понятно, что сначала агрегация делается локально на сегментах, да, и потом один раз уже проагрегирует результат, уже агрегируется второй раз уже, чтобы выдать его наверх. Вот, то есть мастер используется только для подключения клиентов, для, ну, собственно, для управления гримпломом, но никаких данных на нем не хранится. Все пользовательские данные все хранятся только на сегментах. Кроме этого, предусмотрено резервирование, то есть все сегменты гримплома, я имею в виду софтверные, которые внутри хоста, они дублируются. Например, у нас на каждом хосте есть 8 рабочих сегментов гримплома и столько же дублированных с других хостов. Таким образом, если какой-то один хост у нас, допустим, вылетит, станет недоступным, то гримплом переключится на миррор-сегменты на других работающих хостах. И это произойдет автоматически, без каких-либо вмешательств извне. Вот, то есть только отвалится выполняющийся в данный момент запрос, конечно, потому что они не могут завершиться, но все новые будут уже работать на другом наборе сегментов, с учетом того, что какой-то хост недоступен. Вот, пожалуй, все про архитектуру, про MPP. Ну, потом, после, можешь задать вопрос, если что-то непонятно, потому что это обширная тема. Значит, помимо языка SQL, гримплома предоставляет возможности по реализации процессов на других языках, на питоне, на R, на C, на Y, на Perle, внутри, как бы, гримплома. Вот, то есть можно писать процедуры, user-defined procedures, user-defined functions, на вот перечисленных языках. И есть возможность их писать таким образом, чтобы они тоже выполнялись параллельно. Вот, есть возможность писать функции, чтобы они выполнялись только на мастер-хосте, есть возможность писать функции параллельно. То есть это зависит от того, как их написать. Вот, таким образом, гримплом может использоваться как, как бы, движок для распараллельнения каких-то процессов, в принципе, произвольно написанных, например, на Яве. Это библиотеки, которые поддерживаются в питоне и R, который, как бы, поставляется вместе с гримпломом. То есть внутри гримплома есть собственная версия питона, 2.7 данной версии гримплома, и R. То есть они, как бы, ставятся отдельно, но они встроены в гримплом. И вот эти все, ну не только эти, поддерживаются разные библиотеки питомские. Дальше реализованы Мэдлиб. Мэдлиб — это апачевская библиотека для аналитики. То есть здесь множество разных функций статистических и так далее, и так далее, и так далее. Графы, преобразование данных — все это доступно в гримпломе на уровне вызова просто этих функций из SQL-кода. Apache Solar и GP Text. То есть есть интеграция гримплома с Apache Solar. Apache Solar — это инструмент для поиска по тексту или индексации текста, про что я говорил. Apache Solar — это как бы отдельный продукт, но в гримпломе реализован интерфейс к нему, и опять-таки все доступно из SQL-кода. При этом Apache Solar — он тоже как бы MPP, то есть он работает параллельно на нескольких сегментах. И у гримплома интеграция с этим идет тоже с учетом архитектуры гримплома и Solar. И, наконец, PostGIS — это библиотека Postgres для работы с геоинформационными данными, с геометрическими объектами. Поддерживается плоскостная геометрия, поддерживается географическая геометрия на сфере. Поддерживается работа с растровыми данными. Теперь перейдем к, собственно, пятой версии, что добавилось в пятой версии. Во-первых, как бы это не видно на готовом продукте, но был проведен большой рефакторинг, реорганизация процесса, разработки. В результате подняли версию Postgres до 8.3. Вот был 8.2 в четвертой версии. И в дальнейшем планируется ускорить процесс интеграции новых версий Postgres в гримплом. Ну, все остальное я уже вкратце рассказал, то, что могут различаться облаки, on-premises и так далее, и так далее. Вот, тут перечень основных новых, основных новшеств в гримплом. Во-первых, апгрейд версии Postgres, про что я говорил. Частично что-то реализовано уже от более поздних версий. Новые типы данных. JSON, Edge Store, расширенная поддержка XML. Анонимные, анонимные код-блоки и так далее, и так далее. Значит, это такой обзорный слайд, и потом про каждый из этих пунктов я буду рассказывать более подробно отдельно. Значит, с точки зрения разработчика. Ну, это в основном фичи, которые пришли из нового возраста. Anonymous код-блок. Это код процедуры, который может выполняться, как бы, вне процедуры. То есть, такой дуэнд. Раньше, то есть, можно выполнять код на вот pmpg, sql, питоне и перли, не создавая процедуру, не создавая дополнительный объект на базе данных. Это, как бы, больше удобства для разработчика, меньше нагрузка на базу, если это где-то в каком-то часто повторяющемся процессе. Copy on segments — это еще один новый вид выгрузки и загрузки данных в ремплан, в добавлении к уже имеющимся. То есть, это такой SQL statement, запустив который, мы получаем выгрузку таблицы или результаты запроса в текстовые файлы на сегментах. Это работает параллельно, соответственно, быстро. При желании можно, например, замепить все эти пути файлов на, допустим, одно место, на одно хранилище или оставить их, соответственно, на сегментах. То есть, это, в принципе, на мой взгляд довольно ценный функционал, который потом будет часто использоваться. Например, с помощью него можно переносить данные между средами и так далее, и так далее, между разными инстансами. То есть, это еще один способ выгрузки. Кроме этого, есть еще способ выгрузки GPF-диск. То есть, этот GPF-диск — это такой маленький сервер, к которому подключается Grimplum, и внешняя таблица Grimplum подключается к этому GPF-диску, и инсертом в нее мы, как бы, пишем куда-то файл. Но, в отличие от GPF-диска, здесь у нас, возможно, вот именно локальное хранение на сегментах, локальное хранение данных. Это новая вещь, которая появилась только в пятой версии. Тип данных — JSON поддержка. JSON — это такой сложный текстовый тип данных. Значит, это, как бы, k-value тип, где k — это строка, а value — это либо строка, либо объект JSON, такой же. Соответственно, его допускается, там, любая множенность. И в перепламе реализована поддержка этого типа. Операторы, которые позволяют разбирать его, выбирать из него какие-то части и так далее, и так далее. Вот список различных функций, которые есть. Но это не полный список. Вот, то есть можно, там, записи в JSON, JSON-запись и так далее, и так далее. То есть много, ну, как бы, поддержат полноценную работу с типом JSON. Тип hstore похож на JSON, но он просто одноуровневый k-value тип. В одной записи типа hstore может храниться массив k-value. Где k и value — это тоже текстовые строки. Вот, пример. Вот мы инсертим две записи. В первой записи у нас три пары. Во второй записи у нас две пары. И потом мы обращаемся, ищем значение по ключу 2. Первый пример. Второй пример — это мы просто обходим все пары k-value и вытягиваем их в одну, в один датасет. Ну, также функций гораздо больше, чем две. То есть гибкая работа с hstore, она как бы поддерживается. Кроме того, на hstore можно вешать индексы, и индексироваться будет k. Индексироваться будет как бы правая часть. Новый тип UID — это предназначен для поддержки системных идентификаторов, которые могут приходить из внешних систем. DB-Link — это то, что многим заказчикам не хватало. Это возможность из Grimplama обращаться к другой версии Grimplama, либо к другой базе данных внутри того же Grimplama, либо вообще на другой кластер. Мы, соответственно, указываем название базы данных, хост, порт и, собственно, запрос. То есть база данных в Grimplama — это как бы то, что называется DB-нейм. Это отдельный независимый кусок данных, и вот до этой функциональности возможности кросс-датабейс передачи данных не было. Только через выгрузку-загрузку. Сейчас можно вот через DB-Link, вот. Но это все идет через мастер, это пока не параллельно, ну, то есть это и не будет параллельно. Соответственно, как бы какие-то тяжелые загрузки все-таки надо делать через нормальные процессы загрузки, а не через DB-Link. Здесь же можно просто небольшие объемы данных перетаскивать и запрашивать из базы. Расширенная поддержка XML. Это как раз вот та функциональность, которая перекочевала из более поздней версии, как бы, опережающими темпами, из 9.1. То есть мы можем выгружать данные таблицы запросов в XML, формировать XML-схему для того, что выгружено. Вот. Там есть немного разные способы выгрузки, немного разные синтезы XML. В целом, и кроме того, есть парсинг XML-а с помощью XPath. То есть более расширенная поддержка XML в пятой версии. Переменное количество параметров. Ну, как бы, тоже это, так сказать, не революционная вещь, но как бы увеличивает удобство разработки, читаемость кода и так далее. Рекурсивные выражения, то, что тоже очень многие заказчики просили, чего им не хватало. Вот. Они будут полностью, как сказать, протестированы и доступны к первому кварталу 2018-го. Сейчас они работают, но, как бы, пока не в достаточной мере протестированы, поэтому они в экспериментальном режиме и включается эта функциональность отдельным флажком. Пример, как это реализовано, то есть это with Recursive Escrit Statement. Тут небольшой пример. Такой самый простой. Так выглядит план. В плане у нас появились новая операция Recursive Union и Worktable Scan, который сканируется несколько раз при обходе по дереву. И тоже в ближайшем будущем появится Containerized Compute, то есть функции на языке Python и R, про которые я говорил. Сейчас они в Unsafe Mode, то есть они, как бы, небезопасны. И они называются Python U, Python Unsafe. Соответственно, будет реализованного функционала создания контейнеров для работы Python и R, чтобы, как бы, для более безопасной работы, соответственно, большему количеству пользователей можно дать возможности писать эти функции, запускать их. Вот сейчас эти функции, сейчас функции на на Python и на C, и на Java, они, как бы, у них жесткие ограничения по доступу. То есть только пользователь с максимальным правом доступа может их создавать. Вот, соответственно, здесь, как бы, такая функциональность. Дальше. Новшества касательно интеграции с другими инструментами Big Data, это, прежде чем с Хадупом, тоже такая довольно важная вещь, это PXF, это инструмент интеграции Greenplum с Хадупом, то есть загрузка и выгрузка данных. Значит, тут такой roadmap, как бы, опять, пока это еще не в General Availability. Вот, и сейчас, и сейчас первый этап, это чтение данных из Хадупа, и будут поддерживаться протоколы текстовый, Avro, Hive, HBase. Дальше в следующей версии будет запись данных в Хадупе через PXF, и в дальнейшем планируется реализация pushdown, то есть когда мы обращаемся через PXF к данным в Хадупе, при этом как-то фильтруя их на стороне Greenplum, и эта фильтрация, она реализуется на стороне Хадупа, соответственно, Хадуп нам возвращает уже отфильтрованные данные и, соответственно, меньше передачи данных. Сейчас есть, уже в версии 4.3, есть протокол GPHGFS, который делает примерно то же самое, но только с, только с текстовыми файлами, без pushdown, ну, то есть такой более примитивный протокол. Вот. Вкратце, как будет работать PXF, что такое PXF. То есть это приложение, веб-приложение, которое будет работать на патче Tomcat, которое будет использовать Hadoop клиент и который будет общаться с Хадуповым и с Greenplum. Это все будет выполняться на каждом сегменте Greenplum. Будет стоять вот этот Apache Tomcat, стоять PXF и, соответственно, обрабатывать как-то данные, там, искать их на Hadoop и так далее. Потому что это все будет тоже массивно параллельно, так как Hadoop это распределенная система, Greenplum распределенная. Но распределенность у них как бы, ну, разная. Понятно, что сегмент Hadoop может не соответствовать сегменту Greenplum. В этом как бы основная сложность. Да, вот про что я говорил. Значит, на всех сегментах будет стоять этот PXF. Вот. Как это будет выглядеть для разработчиков? Это будет просто external table, в котором в локейшене мы указываем новый протокол PXF. И, соответственно, указываем путь ну, точнее, это будет адрес Hadoop сервера, путь внутри Hadoop к нему. То есть PXF это новая функциональность. Сейчас для загрузки из Hadoop доступен GPHDFS протокол. Он работает. Для загрузки с обычной файловой системы работает GPF-DISP протокол. Он тоже работает. GPF-DISP протокол он самый быстрый по производительности. Новая фича пятер, пятой версии. Это Grimplum Spark Connector. То есть это интеграция со Spark. Spark это open-source in-memory решение тоже от Apache. И тоже работает на кластере и предлагает распределенные in-memory вычисления. Вот. У них там есть определенная своя архитектура, определенный свой подход к обработке данных и вот в Spark будет добавлена возможность забирать данные с Grimplum и возможность класть данные в Grimplum. При этом да, она будет поддерживать и 4.3 версии Grimplum, на которой сейчас все сидят. Обратная совместимость будет 4.3. То есть примерно так будет это выводить. есть какие-то сегменты Grimplum есть какие-то экзекьюторы Spark'а, которые опять же не соответствуют сегментам Grimplum между ними нету назначенного соответствия и этот лза она будет соответственно правильно забирать данные и передавать вот это будет использоваться протоколы GPTC HTTP вот то есть ну реализованно это будет в виде в виде Jarnica с какими-то классами которые Spark'а можно будет вызывать и наконец что новое с точки зрения администрирования процедура Analyze улучшена Analyze это сбор статистики по таблицам то есть в любом етеле в любом хранилище после загрузки всегда нужно собирать статистику для того чтобы при запросах планировщик правильно оценивал количество записей в исходных таблицах количество записей получающихся в результате фильтрации джойнов и мог строить оптимальный план чтобы джойнить их в правильной последовательности то есть Analyze это то что всегда делается и эта операция довольно длительная особенно когда много колонок то есть в прежней версии Dreamplum это было реализовано следующим образом создавалась временная табличка и по каждой колонке к этой табличке шло 5 запросов соответственно если колонок у нас допустим 100 и 5 запросов на каждом у нас получается 100 500 запросов в пятой версии реализовано создание временной какой-то структуры внутри памяти и уже как бы запросы идут к ней соответственно мы видим здесь примерно двукратное увеличение производительности Analyze Analyze это тоже важная вещь потому что во многих проектах оно занимает существенное количество времени в детеле это важно это очень полезная вещь Workload Manager сейчас в дипломе в коммерческой версии существует Command Center который показывает различные метрики показателей функционирования диплом допустим утилизацию ресурсов CPU утилизацию памяти утилизацию дисковых операций ввода вывода вычисляет перекос в нагрузке вот если мы видим что значительный перекос в нагрузке значит надо обратить внимание что вызывает перекос и как-то фиксить процессы Workload Manager добавляет дополнительную функциональность то есть можно не только смотреть но и автоматически управлять Workload то есть на основе каких-то значений показателей можно предпринять какие-то действия например убивать процесс убивайте запрос если он выполняется слишком долго или если он занял если у него слишком большой промежуточной структуры данных создаются убивать сессию если она не активна долгое время тоже такая распространенная проблема неактивные сессии появляются и плодятся есть возможность throttle CPU то есть когда запросы значение потребления CPU запросов превышает какой-то предел дать ему еще больше CPU чтобы он побыстрее выполнился и как бы освободил очередь а освободил другие ресурсы также предусмотрено логирование то есть если у нас допустим какой-то очень тяжелый workload и невозможно разобраться что как бы что у нас грузит там допустим тот же процессор или что он потребляет слишком много IOM можно логировать уже отдельные запросы по какому-то по какому-то threshold еще один новшество тоже касается управления ресурсами значит сейчас в гримпламе реализованы очереди ресурсов ресурс кьюз очереди ресурсов как бы это какие-то структуры которые определяют сколько памяти может отъесть определенный пользователь сколько активных запросов он может запустить то есть вот эти два параметра память и активные запросы то есть каждый пользователь в базе он назначает в какую-то очередь ресурсов если это допустим какие-то бизнес пользователи мы им даем мало памяти и разрешаем пускать мало запросов если это что-то важное типа ETL у него будет больше разрешений и кроме того очереди ресурсов то что сейчас есть они позволяли задавать приоритет CPU на уровне высокий средний низкий то есть там всего три градации здесь более гибкий мощный инструмент значит можно выделять CPU уже теперь не в порядке приоритета а процент использования максимальный то есть какая-то очередь ресурсов может грузить процессор не больше чем на 10% остальные будут соответственно как-то ограничиваться работать медленнее но ресурс CPU останется для чего-то для другой очереди более жесткий контроль памяти потому что при прошлых настройках иногда могло быть что в процессе выполнения запроса памяти нужно больше и игре помочь видел что память как бейс он там выдавал то есть был oversubscribe здесь уже ресурс группы они определяют более жестко ограничивают использование памяти если памяти не хватит то запрос не начинает выполняться остается в очередь вот apply to super users то есть ресурс группы также применяется ко всем пользователям в прошлых версиях очереди ресурсов применялись к обычным юзерам а к супер пользователям нет что тоже иногда вызывало проблемы потому что иногда админы у заказчиков везде используют супер пользователей чтобы не заморачиваться правами доступа и у них workload как бы был очень трудно управляем вот то есть в целом теперь в группаме два инструмента очереди ресурсов про которые я сказал в начале и ресурс группы как бы более мощные более с более жесткими ограничениями так сказать более конкретно задаваемыми вот то есть примерно так это выглядит то есть запросы поступающие от запроса пользователей которые принадлежат вот этой группе ресурсной группе они их ресурсная группа оценивает проходят ли они по тому ресурсу который остался и если да то она их запускает если нет она их ставит в очередь они ждут когда выполняются те кто выполняется вот например вот можно задать 20 дверей на плане запросов загрузка CPU не больше 20 загрузка памяти не больше 30 процентов вот то есть вот мы тут видим на синем квадратике немножко не работает в каком месте ресурс группинг начинает работать то есть когда поступает запрос он сначала идет в connection пулинг это как бы тоже дополнительная тулза которая позволяет не создавать лишние подключения а использовать уже открытые потом идет планировщик запросов потом dispatch это рассылка запросов ой не запросов рассылка плана на сегменты и дальше уже выполняется ограничение по чередям или группам ресурсов и потом уже запрос собственно выполняется такая очень грубая схема и еще одна новая админская утилита это gp backup это ну как сказать название это backup сейчас backup выполняется утилитой gp chrome dump в чем у них разница gp chrome dump во первых это gp chrome dump написано на питоне питоновский код gp backup это на go скомпилированная вещь gp chrome dump выдает выдает один файл на сегмент и выдает в SQL формате то есть по сути это SQL файл который потом просто мы подаем как бы на вход к тому же PSQL или или утилити по restore но по сути это SQL код gp backup это выгрузка не в SQL а в текст то есть просто это будет какие-то какой-то текстовый файл с какими-то делиметрами которые настраиваются по гп backup и он загружается по табличному то есть отдельная таблица это будет отдельный файл соответственно если нам нужно допустим восстановить частично из бэкапа да с помощью gp-бэкапа мы можем читать только те таблицы которые нам нужны а с помощью gp-chron-дампа как бы все равно нужно бы все прочитать потому что файл один на все таблицы в gp-бэкап по-другому меньше лочит таблицы то есть log-contention on pg-class это написано как сказать непонятно для широкой публики потому что это наболевшая проблема что когда бэкап начинается он лочит таблицу pg-class это таблица в которой хранятся метаданные по таблицам соответственно из-за этого лока не работают операции ddl не работает trunkey ну то есть он как бы ждет пока лок снимется это была головная боль что и поэтому бэкап не рекомендовалось запускать вместе с e-tel потому что они блокируют друг друга значит здесь в gp-бэкапе уменьшено время блокировки вот этого pg-класса то есть блокироваться оно не будет но конечно все равно как бы если e-tel работает и бэкап работает то бэкап может быть как бы не очень актуальным кому-то это критично кому-то нет он зависит проекта gp-бэкап также дает progress reporting ну это понятно что то есть сколько процентов прошло сколько осталось и так же как и gp-chron dump также как и gp-chron dump позволяет делать бэкап на системы хранения данных на дата домейн на дэкап на S3 и ну адр это планирует что-то в будущем так я конкретно сейчас не скажу и восстановление данных на на разные конфигурации гримплама это тоже очень нужная вещь то есть если у нас на одном кластере допустим 5 сегментов а на другом 6 сегментов то gp-chron dump вот это стандартная утилита бэкапа которая была в четвертой версии гримплама она не сработает она работает только на такой же конфигурации здесь так как у нас нету так сказать так как у нас нету привязки к сегментам жесткой да будет реализовано восстановление на любую на любой кластер в принципе это тоже ну сейчас мы как бы в пивотеле можем делать восстановление на другой кластер у нас есть как бы своя внутренняя разработанная тулза вот будет официальная официальная какая-то поддерживаемая вещь это все тоже будет доступно в ближайшем будущем в первом квартале ближайший розмэп дальние планы шестая версия планируется выпустить примерно через год вот и как бы дальнейшем планируется там ускорить выпуск мажорных версий потому что пятая пятую ждали там несколько лет по крайней мере когда я пришел в гримплант четыре года назад уже была четвертая вот значит что будет шестой планируется как я уже говорил ускорить ускорить повышение версии поздроса и я так понимаю либо догнать актуальную версию к шестой либо как-то к ней довольно близко подойти планируется реализовать в районе это лог репликейшн то есть гримплан сможет выдавать изменения то есть как-то их выдавать это и тогда возможно репликация онлайн репликация базы либо на другой гримплан либо куда-то вовне и форен даты реперс это будут внутри гримплана какие-то реперы для обращения к другим субэдэ то есть как сейчас диплинк сделан для обращения к постгресс видимо будет это также реализовано для обращения к другим базам данных других вендоров соответственно будет реализовано груз как гримплан такая простая из других субэдэ вот на этом как бы все по части по части новшеств видно тут вроде видно вот если кто-то хочет попробовать гримплан вот делается очень просто скачиваем релиз гримплана с сайта пивотал вот там скачивается без каких-либо ограничений ставим на ну если есть кластер то на кластер если нет то можно на виртуалку поставить сделать два сегмента на этой виртуалке гримплана и соответственно можно играться пробовать ссылка на документы ссылка на на всякие даты шит и как бы маркетинговые материалы вот контакты значит я Игорь Путятин ко мне можно обращаться писать если какие-то вопросы возникнут как реализовать зачем что можно сделать по всем вопросам или если вы не знаете английского тогда тоже говорить со мной продажами гримплан в России занимается Дэвид Холк по вопросам продаж цены скидок это все дэвид Холк будет через неделю на ивенте на Dell EMC форуме то есть там будет Дэвид Холк будет еще один человек Фрэнк Сиди который директор пивотел дата инжиниринг команды которые как бы занимаются гримпланом развитием его внедрением работы с заказчиками то есть 5 числа на Dell EMC форум они будут выступать и они будут доступны для контактов если кому-то интересно это будет в Москве если кто-то хочет посетить пишите мне письмо я буду услать приглашение для регистрации все спасибо за внимание если есть вопросы пожалуйста